Всем привет! И это опять самые интересные новости технологий. Как размножаются роботы Tesla Optimus? Два робота делают другого, но не так, как вы подумали. Два робота собирают третьего из подготовленных деталей. Приблизительно вот так. Ну вот, роботы воспроизводят себе подобных. Интересно, что нас ждет дальше и будет ли восстание машин? Как думаете, какой самый большой ноутбук в мире? Таких вы еще точно не видели. Это ноут на 43 дюйма. Он весит таких солидных 45 килограмм. А собран из компактного ПК Intel Nuke 11, монитора на 43 дюйма, двух батарей на 150 ватт и одной на 40 ватт для светодиодной подсветки. В него установлена самая большая серийная клавиатура. Корпус гигантского ноутбука выполнен из дерева, а точнее из ДСП. Основная проблема при создании такого ноутбука – шарниры экрана, которые должны удерживать огромный вес. И чтобы этот вес не упал вам на руки. Ну как, хотели бы себе такой ноут? Microsoft интегрировала искусственный интеллект в Windows 11. Microsoft анонсировала большое обновление для новой операционной системы, которая уже развернута с 28 февраля. Основная новая фишка – это поиск Bing на основе искусственного интеллекта, который добавили в поисковую панель задач. Теперь пользователь может начать чат с ботом, нажав на иконку Big. Пока это актуально только для тех, у кого есть доступ к предварительной версии поиска с искусственным интеллектом. Похоже, скоро эта функция станет доступна всем, но с подпиской. Подписку можно оформить в поиске Bing. Microsoft сняла ограничения по обновлению до Windows 11 на неподдерживаемых ПК? Нет, это очередной глюк. Microsoft предлагает обновить ваш Windows до 11, даже на неподдерживаемом компьютере. И установка обновления даже начинается, но потом процесс обновления вылетает с ошибкой, мол, комп не соответствует минимальным системным требованиям. Весело. Так будут пытаться обновиться все ПК, пока не устранят эту ошибку. Сколько же времени будет потеряно? Ужас! А еще Microsoft выпустила Windows 365 для наших домашних ПК. Это приложение, позволяющее перенести с облачного ПК на ваш реальный компьютер Windows 11. Еще можно одновременно работать на своем ПК, но все настройки и файлы будут быстро и автоматически бэкапятся в облако. Из него в любое время можно будет продолжить работу. Единственное, что придется немного подождать, синхронизацию при последующем включении вашего физического ПК, когда вы захотите работать именно за ним. Опять поставлен рекорд по скорости зарядки смартфона. Теперь батарею смартфона с 0 до 100 можно будет зарядить всего за 5 минут, без нанесения ущерба батареи и без перегрева. Как думаете, кто показал такую зарядку? Конечно же Xiaomi. На их смартфоне Redmi Note 12 Pro Plus скорость зарядки составила 300 Вт, Карл. Жду, когда смартфоны будут заряжаться за секунды, но физика со мной поспорит. Но это пока. Оказалось, что китайцы не только перекрашивают чипы памяти на видеокартах, но и меняют маркировку самих чипов. Зачем перекрашивать чипы, можете узнать в прошлом новостном видео. Но зачем еще и менять маркировку? В 2018 году вышли RTX 2080 Ti с чипами памяти GDDR6 Micron 8PA77. Эти чипы были ранее косячными и очень дорогими. NVIDIA признала проблему и отозвала видеокарты с этой памятью. Память должна была быть уничтожена, но вдруг она всплыла аж сейчас на продукции подвального Китая. Появилось очень много BU и рефреш видеокарт с такой памятью. Ну а чтобы никто ничего не заподозрил, китайцы нанесли новую маркировку. В общем, будьте крайне осторожны при покупке видеокарт из Китая. Арабы продолжают удивлять. В этот раз они хотят построить самое большое здание в мире. Это будет кубический небоскреб с гранью в 400 метров и площадью 2 квадратных километра. А по объему это, наверное, будет самое большое здание в мире. Такая постройка может вместить в себя 20 башен Empire State Building. В здании будут размещены гигантские голографические фигуры, изображающие удивительные подводные и фантастические сцены. MOOCAP будет включать в себя тысячи новых домов, гостиниц и торговых площадей, а также офисов и развлекательных заведений, театр и университет технологий и дизайна. Завершить стройку хотят к 2030 году. Кстати, самый длинный город-небоскреб в 170 километров продолжают строить ударными темпами. Всего через несколько лет появятся SSD объемом 300 терабайт и более? С адекватной ценой? Похоже, что да. Компания Pure Storage, занимающаяся выпуском хранилищ данных на базе флэш-памяти, заявила о планах разработать до 2025-2026 года твердотельный накопитель в проприоритарном форм-факторе DFM Direct Flash Module емкостью 300 терабайт. Компания уже поставляет SSD объемом до 48 терабайт. Таким образом, Pure Storage планирует увеличить 6 раз емкость своих накопителей и непонятно, как они это хотят сделать. Но есть несколько направлений, развитие которых поможет в решении этого вопроса. Самым очевидным является разработка более передовых чипов флэш-памяти 3D NAND. Сегодня массово используются чипы флэш-памяти, состоящие из 112-160 слоев. В течение ближайших 5 лет прогнозируется разработка 400, а то и 500 слойных микросхем, отвечает Pure Storage. Поэтому они и смогут увеличить объемы своих SSD аж до 300 терабайт. А вы знаете, что такое iSIM? iSIM представляет собой карту SIM, интегрированную непосредственно в однокристальную систему, то есть в чип. Уже сейчас она есть в чипе Snapdragon 8 Gen 2. Такое решение позволит еще больше сэкономить место внутри устройства, даже в сравнении с iSIM. Но, как вы уже поняли, iSIM это чип симки, распаянный на основной плате смартфона. Понравилось начало? Если да, поддержи канал, поставь лайк, сделай шер и напиши свой комментарий. Тебе просто, а каналу очень полезно. Вышли тесты Ryzen 9 7950X3D. И если честно, то я ожидал большего. Процессор получил хорошее преимущество в потреблении электричества, а из-за этого и более низкие температуры. В синтетике и в рабочих тестах процессор находился на уровне Core i9-13900K. Я вообще молчу за Core i9-13900KS. В играх новый проц от AMD показывает чуть лучшие результаты. В играх прирост минимальных и средних FPS в среднем на 14% больше, но только в Full HD. А если сравнивать 7950X3D и 13900KS, то в играх они почти равны. Так что нового лидера в играх нет. Но радует, что есть конкуренция. Ждем следующий этап битвы. А что бы взяли вы, AMD или Intel? Xiaomi показала глобальные версии смартфонов Xiaomi 13. Ультры пока нет. Многие уже знают все характеристики этих смартфонов. Остановимся на Pro-версии. Основным преимуществом стала дюймовая камера Sony IMX 989 с оптикой Leica. По всем остальным показателям смарт, конечно, зверский. И в чем-то даже лучше других флагманов. Здесь самый яркий и четкий экран. Одна из самых быстрейших зарядок в мире на 120 Вт. И самая быстрейшая беспроводная зарядка на 50 Вт. Смартфоны доступны с объемом памяти до 1 ТБ. Есть самая лучшая защита от влаги и пыли. Смартфон улучшился достойный, но цена совсем не радует. В топ-комплектации Pro-версии будет стоить 1300 евро. Обычная тренажка будет стоить 1000. Xiaomi, ты серьезно? Это дороже Самсунга и близко к топ-айфону. А вы бы взяли с Xiaomi за 1300 евро? Также Xiaomi представили очки виртуальной реальности с экранами уровня сетчатки человеческого глаза. Xiaomi Veriless AR Glass Discovery Edition весят всего 126 грамм. И могут показать картинку, которую человеческий глаз не сможет отличить от реальной. Очки были точно откалиброваны с учетом таких факторов, как центр тяжести, расстояние между дужками, угол наклона, упор для носа и многое другое. Очки дополненной реальности имеют оптический модуль сложной формы с парой экранов Micro OLED и светопроводящими призмами для обеспечения четкого изображения. Эти призмы способны преломлять свет в пределах ограниченного объема, отражая контент на трех поверхностях, прежде чем он достигнет глаз пользователя. Очки также будут поддерживать AR-режим и управление жестами. Например, в играх можно будет стрелять из пальца. Очки самостоятельно смогут поддерживать различные приложения и их можно будет адаптировать под просмотр на большом виртуальном экране. Представлен Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Кто не понял, это самокат. На одной зарядке он сможет проехать до 70 км, что при его размерах и весе просто рекорд. У самоката активная подвеска обоих колес, так что по брусчатке будет кататься комфортнее. Колесо мощностью 940 Вт и максимальной скоростью в 25 км в час. Цена тоже более-менее адекватная. 1000 долларов за такой аппарат вполне себе нормально. Олды, новость для вас. Винамп возвращается, да еще и с большим размахом. Винамп был самым популярным приложением для прослушивания музыки в 2000-х годах. Да я и сам им активно пользовался. Теперь компания Lama Group сообщила о новой версии музыкальной платформы Винамп. С 15 марта она станет доступна исполнителям, а с 15 апреля для слушателей по всему миру. Это будет стриминговый сервис с возможностью подписки на отдельных исполнителей. В сети появился вирус, для которого нет преград. Он научился обходить даже самые современные механизмы защиты компьютера. Например, вирус спокойно обходит безопасную загрузку с включенной TPM2. Именно его требовала Microsoft для использования Windows 11 и кричала, что так компьютер будет полностью защищен. Ну вот, опять новомодную защиту обошли. Вирус Black Lotus может также отключать защиту BitLocker, HVCI и Windows Defender. А так как это буткит, может внедрить что угодно в загрузчик Винды. Интересно, что скажут господа, сидящие без антивирусов? Наверное, и этот вирус их не возьмет. Успехов вам, ребятки! Ну а у Starlink появился глобальный роуминг за 200 баксов в месяц. То есть теперь подключиться к интернету можно вообще в любой точке мира. Несмотря на запреты, можно возить с собой комплект оборудования для подключения к интернету и использовать его где угодно. Конечно, могут возникнуть проблемы в привозе оборудования в страны, где этот интернет запрещен. Но по заявлениям Starlink это уже будет проблемой пользователя. Воспользоваться теперь можно в любой точке мира. Ну а китайцы злобно планируют уничтожить Starlink Илона Маска. Они хотят запустить свои 13 тысяч интернет-спутников для подавления Starlink. Но что-то мне кажется, пока они выпустят 13 тысяч своих спутников, Маск выпустит уже 40 тысяч своих. А по миру будут расхаживать роботы Optimus с прямым подключением к Starlink. В общем, удачи вам, китайцы! А тебе спасибо, что досмотрел до конца. Всем пока!